Российским военным не хватает техники, чтобы продвинуться за пределы Бахмута. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны. В своем отчете они пишут, что российским войскам, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы города и по дорогам. А штурмовые отряды, которые использовались для штурма Бахмута, скорее всего, не способны вести маневренные боевые действия. В то же время западные разведслужбы оценивают потери России в боях за Бахмут в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании «Вагнера». Причем погибших среди них может быть примерно треть. Напомню, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае оккупации Бахмута российские войска смогут пойти на другие населенные пункты Украины. Президент отметил, что оборона Бахмута для Украины является тактическим решением. При этом мотивы российских оккупантов показать своему обществу хоть какую-нибудь победу. Ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области продолжаются уже около 8 месяцев. Оккупанты не оставляют попыток захватить этот украинский город, разрушая его постоянными обстрелами. Силы обороны Украины за время полномасштабной войны уничтожили уже более 155 тысяч российских военных. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 700 оккупантов. Накануне украинские бойцы уничтожили 4 танка, 9 бронированных машин и 7 артиллерийских систем. Также российские войска лишились трех беспилотников и 7 единиц автомобильной техники. Продолжение следует...